всем привет с вами канал art money и сегодня у нас с вами видео обзор покупок которые я купила за то время пока гуляла пока был у меня скажем так очередной маленький отпуск который длился целую неделю ровно семь дней это было классно на самом деле вот сегодня покажу что же я купил в этот раз конечно я купил не настолько интересные покупки чем в прошлый раз но в принципе кстати они довольно некоторые интересные по-моему я вот ваша не купила тетрадки не помню зачем они мне были нужны я довольно давно искала тетрадки чтобы не сильно вот была видна клеточка хотя хотя немножко она где-то она на местами видна местами а нету эти тетрадки больше видно не помню зачем они мне были нужны эти тетрадки тоненькие но я их купила вот две штуки это по-моему я ваша не было так также в ашане я купил вот такие вот зефир зефирные палочки глазурь я уже довольно давно то есть в ашане продаются птичьи молоко называется птичий домик но просто обалденно вкусно я не могу который раз уже второй раз приезжая в ашаны может быть уже третий раз я не могу на них никак попасть я подумал что у них просто они поменялись и вот такими стали но я попробовала это нет это совершенно другое ну что ж ладно будем будем искать они очень быстро заканчиваются но они просто безумно вкусно такой вкус даже у конфет птичье молоко совершенно другое если у вас в ашане есть продаются такие вот птичье молоко они такие найти черные прямоугольные где-то вот такие вот и черненькие я кстати может быть даже зимой их покупала вот последний раз он даже ей показывала пятерочки была акция чебрец в прошлом году я собирала травы в этом году я тоже собирала травы вот наконец-то я все-таки додумалась сделать чай мне вот чебрец я еще купил кстати душицу у меня вот такая вот душица венчик за 100 рублей я купила нет здесь я уже на самом деле обрезала положила в мешочек чтобы убрать но тут вот такие вот маленькие цветочки вот то есть у меня уже душица есть чебрец у меня есть так сейчас я батарейку поменяю подождите хорошо имеет две батарейки у камеры так душица есть чебрец есть мята там вот короче все такое у меня уже в принципе есть может что-то еще я бы докупил или то собралась я увижу вот и хочу какой-то такой знаете сделать чай как бабушка делала в деревне мне когда-то он был я помню очень вкусный очень ароматный я помню как мы выходили с ней на поле и она показывала вот это вот смотри наташенька этого чебрец но это такая травка это такая травка я была ребенка мне было тогда лет 6 наверное 5-6 мне было особо не интересно это а сейчас вот да сейчас мне это все надо но взять негде пятерочки я купила вот такие пряники со вкусом мяты я очень люблю пряники со вкусом мяты но сожалению в наше время их найти очень сложно не знаю почему они мне нравятся мне очень сильно захотелось но в итоге их так и не поела сейчас я думаю скорее всего они пойдут на обзор в ближайшее время я на них сделаю ну почему бы и нет раз появилась цену кстати я не помню так на обзор купил вот такие вот пять лаков хлебцы я хочу попробовать дать диме понравится они ему или нет они пойдут на обзор они стоили где-то рублей пятнадцать или двадцать пять они со скидкой были новенькие восемьдесят грамм такие они даже кстати пахнут ароматно в голомарте я была взяла гуашь это гуашь у нас пойдет на обзор стоила она 95 рублей здесь целых двенадцать цветов я подумала блин классно двенадцать цветов и всего лишь 95 рублей то сейчас найти это довольно сложно да сделано в россии смываемые я так думаю если тряпочка испачкается или что-нибудь такое то они смываются безопасные яркие цвета хорошо смешиваются легко закрашивают и каждый баночка по 20 миллилитров довольно кстати она такая тяжеленькая короче такая вот на обзор но я специально купила на обзор ну и в принципе чтобы рисовать как раз вот ребенок я думаю скоро начнет уже рисовать у меня гуашью так так же я купила три пачки вот такие вот шакар луку это такие вот печеньки в виде луны мы одну пачку просто уже доедаем сыном вот такая вот они блин они такие как типа песочные что ну блин не знаю короче они вкусные меня папа на них подсадил говорит раньше когда-то его мама такие делала ну конечно я была ребенком я не знаю смутно наверное я смутно помню не знаю даже честно здесь я купила чипсы картофельные с солью картофельные 365 дней это из ленты вдруг что-то я их увидела мне стало любопытно что же там может быть внутри такое действительно чипсы или что-то такой смесь какая-то они тоже пойдут на обзор также конечно я купила на обзор вот такие вот чипсы у нас кстати был обзор на такие же чипсы со вкусом грибов ссылочку оставлю на написание и была акция по 85 рублей они стоили в пятерочке я купила вот еще оригинал вот ну конечно это уже совсем нет не те чипсы которые были когда-то я помню кстати по моему даже с этим чипсами у меня записана история да точно записана история тоже оставлю ссылочку в описании не ссылочку а в конечной заставке и обзор на эти и это там кто-то кто что посмотрит вот хотела сказать ну вот короче так вот я купила кстати две вторую я купила со сметаной ну там была еще паприка я так понимаю это острая с сыром по-моему было мне сыр и мне особо нравится ну короче так вот тоже пойдет на обзор а мне нравится как они под камерой хрустят это что-то с чем-то мне кажется можно записывать какие-то просто хруст просто хруст как вот есть фон да вот у меня а есть еще по звукам люди отдыхают ну слушай какие-то определенные звуки они как-то отдыхают что-то представляют себе и вот такой же вот есть хруст хруст и всякие там короче такое так так же наконец-то появилась акция на мои любимые шоколадки она уже кстати вот этот немножко потекла боком стала и я вот решила купить докупить их у меня было уже довольно много штук десять было я постепенно постепенно их начиная уже подъедать вроде не так много ем но я могу такую целую шоколадку съесть за раз блин они просто вкусные особенно когда они уже такие подтаявшие немножко так же я купила на обзор тоже это в ленте вот такие вот специи смесь для соуса к салату по-гречески по-французски так по-русски и по-мексикански там везде добавляется по моему подсолнечное или оливковое масло скорее всего мы будем добавлять добавлять подсолнечное потому что оливкой мне не нравится по вкусу она какой-то сколько раз я уже покупала мне кажется как будто она как лежала где-то на коробке какой-то такой какой-то привкус странный вот хотя стоит в стеклянной бутылке короче вот так вот а да они стоили где-то по 14 рублей поэтому я их взяла интересно попробовать интересно посмотреть какой же у них состав и я замечаю у меня даже родители уже начали пользоваться всякими такими вот специями то есть раньше мы никогда не покупали их а сейчас уже начали покупать родители и глядя на них я подумала блин а почему бы и нет наверное это вкусно я как-то больше привыкла делать все сама так в ашане я конечно же взяла салфетки улажные 10 штук здесь даже детские стоили они рублей пять-шесть что ли надо было взять побольше не знаю почему я не взяла больше следующий раз поеду я сюда не было по-моему даже акция что ли я всегда покупаю такие маленькие салфеточки потом их проспиртовываю и просто взять положить в кармашек в сумочке ну блин они меня везде короче в каждом рюкзаке в каждой куртке короче абсолютно везде вот так руки надо вытереть мороженку поесть например и все это удобно то есть даже если они засохнут это ничего страшного все равно будут туда спирт заливать какая разница вот то есть если вы увидите тоже покупайте в этом году кстати она купила уже довольно много ну не довольна но нет немного нормально купила так так же наконец-то я купила приправу хмели сунели а здесь по-моему даже в другом месте видела что она сборная короче не знаю ладно потом посмотрю это была по акции она что-то стоила дешево или не дешево не помню короче вот давно ее хотела но у нас пятерочка она очень дорого стоит в ленте я покупала она стоила довольно дешево так так же в ашане сейчас стали появляться вот такие вот чаи гуляя по ашану конечно я все это засняла в предыдущем предыдущих роликах вы там найдете я засняла довольно хорошо это довольно интересно блин ну просто выглядит классно там есть просто как чеи а выгодится есть вот такие а есть прям где видно и что лежит изюм лежит там что-то еще блин какой-то такой человек кстати называется тропиканом я взяла попробовать на вес так она здесь вот цена 118 как бы видно что здесь довольно много очень всего положено то есть допустим если вы покупаете какой-то там чай закрыты дал такой вот упаковки вы не знаете что там в итоге вы открываете получается у вас написано чай с апельсином а там лежит одна или две или три корочки апельсина то есть блин это неприятно тут все видно блин это классно но даже интересно попробовать на мир а мы наверное скорее всего будем пробовать вместе с вами точно вместе с вами будем пробовать так же я взяла наконец-то я нашла тамагучи у меня есть свой маленький мини интернет магазин по продаже тамагучи вот но я по россии их не рассылаю не только у меня в самаре не люблю я это все дело и наконец-то нашла в этот раз у меня совсем другие вот такие честно говоря мне немножко не нравится а потому что вот эта вот кнопка как раз сброса вот она находится на нее можно случайно нажать но почему тут это тамагучи дороже на 20 рублей в магазине и за вчерашний вечер пять человек у меня уже добавили его в избранное именно вот его вот этот тамагучи не знаю почему он так ценится почему такой классный надо 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 включить и попробовать поиграть здесь у меня розовенький есть красненький есть и тут конечно же достался мне ладно сейчас покажу так уж и быть вот я уже до этого в прошлом году зимой покупала тамагучи мне стало интересно будет ли на них продажа вообще в принципе обожаю просто тамагучи самого детства давайте вот посмотрим а ну вот он да вот это такие вот то есть он полностью упакованы у него тут вот есть пленочка все на новый естественно покупала дешевле продаю я его в два раза дороже но люди к сожалению не знают где они продаются у нас самаре и поэтому идут ко мне вот то есть это своего рода маленький такой бизнес блин классно так хотела вам показать какой тамагуч а вот мне попался вот этот тамагуч у меня уже один такой есть попался мне еще один или у меня немножко другой что ли может даже немножко другой не знаю короче у меня есть точно такой же тамагуч купленный лет десять да лет десять назад и он считается таким как же его называют то нет не древний блин не помню короче а редкий редкий он считается редким и по моему даже наверное вот это тоже может быть считается редким надо будет посмотреть поискать по поводу него если тоже считается редкий это будет классно потому что они продаются очень дорого вот но в любом случае конечно он будет тоже дорого хотя он немножечко бы уж некий но не знаю просто лежал мужика это тамагуч и он сказал что можно его купить у него новые батарейки хотя нет видно нормально мышка росенок вспомнили на свое детство конечно в мое детство на самом деле были другие тамагучи так мышка звук есть работает так все мышка скоро родится а подождите там надо время поставить как оставится или попозже не знаю короче ладно вот и там у меня не только такие а вот вот мне еще достались какие-то другие тамагучи таких у меня еще не было я честно говоря даже не видела таких продаж на тоже кстати будет попробовать поиграть они у меня немножечко подороже потому что их самаре нигде нету я в принципе их тоже нигде не видела ну короче так вот она есть тут пленочка тут отдирается не абсолютно новые четыре кнопочки и тут получается это на из та же самая кнопка только вынесены сбоку тоже ну короче не знаю фиг знает тут кстати слоник нарисован смотрите слоник прям вообще такой классненький ой зайчик какой смотрите зайчишка ай не фокусирует вот так вот вам видно зайчик что там бабочка собачка блин такие классные вот короче такой тамагуч они все работают кстати вот тут у них классная штука она прям плотная раньше в детстве я помню не рвались всегда сейчас плотно и они меня включили то есть показали и потом сумели даже ее обратно воткнуть что меня кстати очень сильно удивило плюс коробочка то есть тамагуч продавая если у вас есть коробочка вы продаете его гораздо дешевле тут даже что-то на английском есть вот я кстати хочу вот такой вот тамагуч найти и такой вот а ну вот у меня такой есть и такой вот но к сожалению у нас в Самаре таких нету они есть кстати в Ульяновске я видела но в Ульяновск конечно я может быть кстати когда нибудь и доеду когда нибудь может быть вот но не знаю за тамагучими туда конечно ехать вот они такие ну прям очень хорошо ценятся розовенький такой классненький вот так так же конечно же не обошлось у нас дело без чего как вы думаете напишите в комментариях чего же здесь не хватает здесь явно чего-то не хватает напишите а я пока пойду возьму я очень надеюсь что вы в комментариях написали за это время что же не хватает конечно же не хватает шоколадок вот такую шоколадку я купила не помню честно где коммунарка кстати детская такая симпатичная также конечно я докупила наконец-то вот такие вот две шоколадки то есть на такие же похожие две шоколадки у меня уже есть обзор и я дождалась акции на вот эти две на них тоже будет обзор здесь мармелад кола попкорн так и здесь взрыв карамель мармелад и печенье короче такое как вы знаете уже мы с вами проверяем качество шоколада и конечно же начинку соответствует она картинке или нет так куда ее кстати у нас там мышь уже проснулась так ладно не буду я затягивать с этим мышом если вам допустим это очень очень интересно я запишу отдельный ролик а пока что я этого мыша уберу надеюсь что он нам с вами не помешает не будет пищать так я купила также вот такую вот на нее была акция по моему в перекрестке там обычно кстати какие-то необыкновенные шоколадки всегда продаются и мне просто даже стало интересно будет ли такая же шоколадка и так много начинки внутри нее конечно же скорее всего нет но мне стало это интересно она там с вишенкой их даже 12 штук что ли там как это вообще все лежит как это все выглядит кстати 100 грамм классно она стоила около 80 или 90 рублей ну даже меньше 100 рублей это тоже пойдет на обзор вот ну и конечно же как же у нас есть еще ашановские шоколадки каждый день в этот раз я была в Ашане и все-таки решила их взять потому что в следующий раз в Ашан я не знаю когда попаду теперь скорее всего наверное уже только зимой и подумала что нужно взять здесь есть пористая молочная такая вот ну конечно тут навряд ли будет прям такой шоколад супер-пупер но я сделаю на каждую по отдельности обзор так здесь у нас пористая белая шоколадка 100 грамм вот белый кстати я как-то распробовала он даже у меня не топится мне нужно было его растопить она не растапливалась ну может я подождала мало не знаю или напишите в комментариях может они в принципе не топятся молочная плитка это по-моему кстати что-то новенькое недавно какая-то появилась недавно потому что несколько лет назад еще мне кажется не было так здесь пористая десертная честно говоря когда их брала с полки я реально запуталась сколько я взяла какие я взяла и сколько их должно быть потому что они были просто разбросанные так и молочная плитка с вафельной крошкой 100 грамм ну здесь хотя бы 100 классно а здесь вот пористая она даже видно что меньше 65 грамм вот она гораздо меньше ну немножко обидно ладно короче вот смотрите у нас с вами были вот такие вот аааа самое главное да еще я купила мантию это такой некий аааа не плащ ааа такая длинная кофточка как бы с большим капюшоном я вам рассказывала про него я очень давно уже хотела большой капюшон она такого черного цвета ааа вы ее видели в каком-то влоге до этого ролика и так же конечно я мечтаю о косухе ну такую какую-то кожаную куртку внизу с ремнем я давно очень очень давно о ней мечтаю но у меня есть кожаная куртка и конечно же кожаной куртке я решила купить кожаный рюкзак вот такой вот у меня рюкзачок он стоил где-то 900 рублей ну такой самый стандартненький самый такой простенький может быть даже это не натуральная кожа а ну вот да 900 рублей стоит рюкзак ну самый такой простенький потому что покупая вещи они у меня хранятся по многу-многу лет и остаются в идеальном состоянии и конечно же вместе с рюкзаком то есть в этом же магазине обычным самым я купила еще и сумочку блогера вот такая кстати у нее кожа такая мягкая вообще бархатистая она стоила всего лишь 500 рублей это я в Самаре купила около ЖД вокзала если будет кто-то смотреть ждала кстати что тут кармана нет вот если будет кто-то смотреть но она такая кстати мягкая классная то есть ну одеваю допустим куртку кожаную я же не одену тряпочный то есть тряпочную такую сумку или там еще какую-то нужна уже кожаная черная такая же чтобы это все смотрелось классно чтобы это все было вот я проверила туда камера вмещается там а нет там внутри кармашка нету камера вмещается но телефон как всегда у меня не помещается и даже сюда не помещается но зато сюда можно вложить что-то другое немножечко громковато ну ничего так сзади ничего нету но она вообще прям такая мягкая вот они у меня вот так вот вместе будут смотреться вот то есть рюкзак допустим в рюкзак я там что-нибудь положу кошелек ну естественно картошку я не понесу в нем вот и плюс вот то есть камеру мне допустим удобно доставать отсюда я всегда ношу такие вот сумочки то есть что-то увидел срочно достал камеру и заснял а это пока снимешь рюкзак пока нащупаешь пока достанешь пока рюкзак застегнешь пока его закинешь на плечо то есть все уже все вокруг там убегут Это будет все гораздо-гораздо сложнее. Да, также я заходила в FixPrice и собрала очередную закупочку. Она тоже выйдет, наверное, где-то в ближайшее время. Скорее всего, я, наверное, еще доберу, чтобы было у меня побольше. Уже очень-очень давно не выходили у меня такие закупочки, потому что в FixPrice у меня уже покупать просто нечего. Я перестала там покупать, потому что раньше я выкладывала хотя бы ролики, обзоры, у меня были просмотры. То есть сейчас меня блокируют, отправляют в черный список, я могу просто потерять страницу ВКонтакте, которая принадлежит моему каналу на Ютьюбе. То есть это все стало очень сложно, и, конечно, просмотров нету, и смысла тоже нету, наверное. Потому что последним роликом я смотрю, у меня уже просмотров очень-очень мало, чем было раньше. Поэтому, может быть, еще и поэтому, может быть, у меня уже просто все есть, и я уже покупать просто ничего не хочу. Вот. Короче, вот так вот. Вот такие у нас были с вами обзорчики. Вот такой, вернее, такой огромный. Вот так вот по чуть-чуть, по закупочке я собираю. Вспомнил, я купила еще в ленте вот такие вот сливки. Здесь 33% для взбития. Мы будем с вами пытаться делать мороженку снова. Ну и, конечно же, это пойдет на обзор. Вот, для взбития, ну, по-моему, 35%. Да, 35% должно быть. Ну, ладно, попробуем. Тоже пойдет на обзор. Мы уже с вами делали. И купила я вот такую вот. Вот, она уже была у нас на обзоре. Мы с вами делали мороженку. Почему-то я думала, что она 33%, но нет, она 35%. Вот. Я купила ее в Перекрестке по скидке баллами. То есть, у меня было 60 бонусов. Она стоила 200 с чем-то там. И, короче, я заплатила 140 за нее. Ну, короче, я меньше даже заплатила. Вот. И бонусы свои сняла, потому что они через 2 месяца уже сгорели бы. Вот. А я неизвестно, смогу выйти в Перекресток еще или нет. Короче, вот так вот. Это будем делать мороженку. И будем, кстати, с вами делать мороженку в следующий раз просто разнообразную. Я хочу прямо это подумать. Она, кстати, до 21 года, что ли? А, нет. А, нет, надо успеть. До конца этого года успеем тогда. Так, и купила я вот такой вот йогурт на обзор. Я купила два, хотела один съесть. Но в итоге я так и не съела. Короче, у нас один пойдет на обзор. Попробуем, может быть, еще и йогурты у меня со временем пойдут на обзор. Посмотрим, как вы будете все это смотреть. Интересно, это будет вам или нет. Потому что, в принципе, я йогурты особо не покупаю. Не знаю, почему. Но магазинные я не хочу. Не люблю я их. Не знаю, почему. Наверное, из-за детских каких-то страхов. Потому что в детстве, я помню, во дворе девчонки все время рассказывали, что в йогурте нашли то палец, то ногти, то паука, то этот палец сдвигался. И мне вот эти вот почему-то страхи просто остались. И, блин, я не люблю йогурты такие почему-то. Вот. Ну, блин, короче, вот так. Не знаю, как от этого избавиться. Но, может быть, это и к лучшему. Питьевые йогурты, да, я попила бы с удовольствием. Некоторые есть мои любимые. Так, значит, одна на обзор мы ее попробуем. А вторая у нас пойдет, мы будем с вами экспериментировать, делать мацони. Вот. Потому что, к сожалению, за то время, которое я отдыхала, уезжала, я, к сожалению, свои бактерии мацони потеряла. Они просто умерли. Не дождались меня. Ну, блин, короче, вот так бывает. И поэтому я хочу попробовать. Ну, в принципе, я так хотела, поэкспериментировать. Мне писали там, что мацони можно сделать, в принципе, бактерии взять не самого мацони, а взять совершенно разные. Там какого-то йогурта, там творожка, там, ну, не знаю, короче. И мы будем с вами пробовать. Но у меня есть еще замороженные бактерии мацони. Морозилки. Я не знаю, подойдут они или нет. Ну, мы их попробуем, наверное, немножечко попозже, если у меня с этим не получится. Вот. Ну, здесь я взяла просто чисто живые бактерии, растительные волокна. А, так, что у нас там? А, био-йогурт. Ну, тут, да, чисто био-йогурт. Посмотрим, что у нас получится. Мацони получится, может, йогурт получится. Короче, будем пробовать. И вы вместе со мной. Надеюсь, будете пробовать. Такая вот маленькая упаковочка. Настояла в холодильнике. И поэтому, конечно же, я про него просто уже забыла. Ну, по-моему, я уже сделала... Вернее, показала вам все, что купила. И на сегодня это все. Смотрите другие ролики, наши влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Также смотрите мои обзоры на продукты. На все вот эти вот продукты будет обзор. Это интересно. Еще много-много всего интересного у нас с вами впереди. Также много... Ну, да. Короче, у меня много всего интересного на канале. Обязательно подписывайтесь. Жмите на колокольчик. Пишите комментарии. Ставьте лайк. И всем пока-пока. С вами был канал Артмания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова